За два месяца этого года государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства выдало 100 лицензий на осуществление строительной деятельности на территории Кыргызстана и 389 государственных квалификационных сертификатов специалистам строительной отрасли. За последние лет пять я скажу, что в пределах 700 штук где-то мы лицензий выдаем, плюс-минус там небольшая разница выходит. Квалификационный сертификат уже выдается специалистам, то есть физическим лицам. Там посмотрят, значит, у нас специальная комиссия есть, которая рассматривает материалы. Специалисты подают на строительно-монтажную либо проектную деятельность, на два вида основных. Практически в каждом районе столицы выявлены факты незаконного строительства. Все чаще в соцсетях всплывают обращения дольщиков с просьбой разобраться в каких-то нарушениях. За прошлый год в госэкотехинспекции составлены протоколы и наложены штрафы в размере около 3 миллионов сомов объектам, строящимся в Бишкеке с какими-либо нарушениями. У нас есть еще незаконные объекты. В данный момент мы судимся 32 объектами, которые самовольно строятся. Нами со всеми объектами были написаны приписания, оформлены протоколы, идет судебная процессия. Ежедневно соответствующими ведомствами ведутся работы по выявлению и пресечению незаконного строительства. В случае выявления нарушений на стройкомпании налагается штраф или же их лишают лицензии. Проверки качества проводим. Если я увижу независимо на стройке, которая некачественная, я прохожу, оштрафую. Там штраф где-то 23 тысячи, 17 тысяч. Вот такой. Потому что я ругаться не собираюсь. Я лучше указываю, оштрафую и ухожу. Но заставляю при этом заново переделать. Ведомства отмечают, что перед приобретением недвижимого имущества в Бишкеке граждане могут обратиться в Межрегиональное управление Госэкотехинспекции для уточнения информации относительно законности строительства объекта.